День памяти, холодный режим и президентская гонка, глава ЦИК обратилась к избирателям. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Игра на понижение, неделя добра и холодный режим, когда в Абруйске отключат горячую воду. Коллекции с продолжением и экспонат 10 века. Анастасия Шевцова сходила на ночь музеев, не вставая с дивана. Словения открыла границы, в Румынии отменили режим ЧС, в Финляндии заработали школы. Как за границей выходит из штопора и почему воз стращает второй волной эпидемии. Кофейные страсти. Шведские ученые нашли эликсир жизни. Максим Кембель изучил сенсационные открытия. Лекарства по воздуху, взрыв на немецкой атомной станции и денежный рекорд. Создатель Амазона может стать первым в мире триллионером. До выборов президента осталось 84 дня. В пятницу Центр избирком принял последнюю партию документов от претендентов на главный пост. Уже зарегистрировано 40 заявлений. Их рассмотрят в течение пяти дней. Имена кандидатов, которые окажутся в финальном списке, станут известны в июле. Пока же им предстоит собрать подписи. За каждого должны поручиться минимум 100 тысяч человек. С 21 мая начнут работать представители инициативных групп. Из-за пандемии коронавируса председатель ЦИКа Лидия Ермошина порекомендовала пользоваться средствами защиты. Кандидаты в президенты вправе собирать подписи как по месту жительства граждан. При этом им всем рекомендовано, чтобы они имели соответствующие средства защиты. А именно маски, перчатки. Однако граждане вправе сами решать, открывать ли дверь сборщиком подписей, если у них не будет с собой соответствующих средств защиты. Во время досрочного голосования и в главный день наблюдатели и все члены комиссии наденут маски и перчатки. На участках расставят антисептики. Будут регулярно проводить санобработку. Следить за ходом главной политической гонки можно на сайте выборы 2020. Снижение ставки рефинансирования и отключение горячей воды и недели добра. Волонтеры Красного Креста и БРСМ помогают одиноким пожилым людям. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Пандемия внесла коррективы и в жизнь школьников. В Беларуси сместили сроки вступительной кампании. ЦТ вместо 13 июня стартует 25. Тем не менее, выпускные экзамены пройдут по расписанию. Учебный год также завершится, как и планировалось, 30 мая. В первых числах июня некоторые мальчики и девочки вновь встретятся со своими учителями. Заработают школьные лагеря. Здравницы в лесной чаще останутся пустовать как минимум до середины месяца. Там первая смена начнется позже. Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С 20 мая показатель уменьшится до 8%. Эксперты отмечают, потребительские кредиты также подешевеют. Последний раз главный экономический ориентир менялся 19 февраля. Уже в ближайшие месяцы усилится дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса, в результате чего интенсивность роста цен замедлится до уровня, наблюдавшегося в конце прошлого года. Такое изменение баланса между кратковременными проинфляционными и продолжительными дезинфляционными факторами дает возможность большего смягчения монетарной политики без угрозы для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочном периоде. В Беларуси проходит неделя добра. Волонтеры БРСМ помогают одиноким пожилым людям. Добровольцы наводят порядок на клумбе, стадят картошку, колят дрова. Молодежь может прибраться в доме, помыть окна, вынести мусор. Активисты Красного Креста покупают для престарелых продукты и лекарства. В спецплаготовку прошли около 900 человек. Кроме того, продолжают работать горячие линии. В Бобруйске заявки принимают по телефону, указанному на экране. В мае минчанам не отключат горячую воду. А вот в Бобруйске трубопровод в некоторых районах уже раскопали. Пора доставать кастрюли. Первые вентили перекроют в предстоящую среду. Холодный режим придет в Первомайский район. Тестировать, ремонтировать и обновлять магистрали собираются вплоть до сентября. График отключений на сайте Грисполкома. В свете сцепительной ситуации в стране и в городе было нам дано указание на переработку этих графиков, что было нами сделано и все работы уже с конца апреля перенесены на конец мая. Креветки с крысиным ядом. Инспекторы госстандарта нашли в могилевских магазинах отравленные морепродукты. В черном списке оказались марки «Супер» и «Люкс» «Любоесть». Лабораторная экспертиза показала – норма мышьяка превышена более чем в два раза. Бракованные упаковки уже убрали с прилавков, с недобросовестными производителями порвали контракты. Для них временно закрыли дорогу в Белоруссии. Культурной столицей Синеокой в 2021 году станет Борисов. Город из Минской области обогнал Мстиславль и Глубокое. Акция проходит 10 лет и поддерживает традиции и достижения нации. В 2017-м почетным званием обладал Бобруск. В Великобритании пробуют доставлять лекарства по воздуху. В Германии подорвали градирни на атомной электростанции. И основатель Амазона через несколько лет может стать первым в мире долларовым триллионером. Моя коллега Кристина Арианс держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Поговаривают, через 6 лет Безос заработает как минимум еще 856 миллиардов. Аналитики думают, что в этом основателю Амазон помогут технологии. Все покупки, особенно во время пандемии, ушли в интернет. Соответственно, акции онлайн-площадок поползли вверх. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Арианс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Путешествие на Балканский полуостров. Словения открывает границы с Венгрией, Австрией и Италией. Правительство заявило, что эпидемия COVID-19 позади. И все же каждому гражданину ЕС при въезде выдадут специальную инструкцию. Там подробно распишут меры профилактики. С понедельника в стране заработают кафе и рестораны, торговые центры, гостиницы и отели. С момента первой вспышки Минздрав Словении зарегистрировал без малого полторы тысячи зараженных. Коварная инфекция унесла сотню жизней. В Румынии и Новой Зеландии отменили режим чрезвычайного положения. Ограничения сняли и по всей Японии. В Финляндии открывают школы и границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне. Великобритания ослабила карантин. Тем временем ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии в Европе. А вот что еще было на неделе. Германия ввела послабление на границе. На въезде в Данию и Люксембург сняли контроль. Берлин рассчитывает к середине июня сообщение с соседними странами и вовсе станет беспрепятственным. Ранее эти же сроки называла политическая верхушка Австрии. Задача Австрийской республики, у которой притяженная граница с Германией, разрешить ситуацию в этом районе. Мы также смотрим на Швейцарию, на Лихтенштейн, на наших многочисленных соседей на юге и востоке. В Англии начался первый этап отмены ограничений. На улицу можно выходить, как и раньше. Маска не обязательно, но рекомендована. Сотрудники промышленных гигантов и строительных предприятий тоже пошли на работу. Лозунг правительства «Оставайтесь дома» сменили на «Будьте бдительны». Мы не можем вернуться к тому, с чего начинали. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии. Американцы объявили протест. Жители Пенсильвании требуют немедленно убрать карантин. Президент Дональд Трамп обещает США вакцину от COVID-19 до конца года. Мы ускоряемся, проходят последние испытания. Одновременно в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» наращивает темпы производства. Другими словами, нам вот-вот сообщат прекрасную новость, что вакцина есть, что удалось разработать формулу, что мы добились того, что так необходимо, что мы уже во всеоружии. Недовольные самоизоляцией бастуют и в Болгарии. 2000 человек вышли на митинг в Софии. Требуют у правительства снять все ограничения и не раздувать панику за пандемией. Тем временем Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев готовиться ко второй волне коронавируса. По прогнозам специалистов, зараза накроет старый свет осенью или зимой. Повторная вспышка может совпасть с сезонным всплеском заболеваемости, гриппом или кориом. Мы должны осознать, что живем на планете полной вирусов. Этот вирус может стать тем, что мы называем эндемичным, как ряд сезонных вирусов из группы корон. Другой вариант – он может мутировать. В данном случае решающее значение имеет готовность и укрепление систем здравоохранения, а также потенциал медицинских учреждений по части наблюдения. Это ключевой вопрос. Белавия выполнила эвакуационный рейс из Каира. Но власти страны продолжат возвращать белорусов на родину и помогать иностранцам. Тем временем медики получили первую надбавку за работу с инфицированными пациентами. Поддерживает Синеоку и правительство Китая. Самолет с гуманитарным грузом за неделю дважды приземлился в Минском аэропорту. Распределяем на всю страну. Смотрим, во-первых, в первую очередь те регионы, которые наиболее востребованы сейчас, то есть где более напряженная обстановка, туда идет немного больше. А остальное распределяется равномерно по всей стране. По обручению Лопатина вспоминают поставленный диагноз COVID-19 как страшный сон. Сперва медики забрали мужа, затем старшую дочь, следом и младшую с мамой. Даже коварный вирус не смог разлучить семью. Всех поместили в одну палату. Уход за пациентами, отмечает Любовь Лопатина, приятно поразил. Поблагодарить хочу третье отделение инфекционное. Очень приятные люди вообще. Я, если честно, лежала кругом, но мне сам больше там понравилось. Пусть там мы лежали у блоки, да, никуда не выходили на коридор, все соблюдали, как бы все правила. На самом деле, очень приятные люди все. Заведущая хорошая, она насвела палату, очень вежливая вообще. Ну, классно, все супер было. История побед горожан над коварным вирусом – пример миллионам. Все, кто одолел напасть, как один советуют. Не падать духом, верить в лучшее и бороться до последнего. Кристина Риян, Смария Бересневич, Максим Кембель, Максим Глеонко. Итоги недели. За кулисами пандемии коронавируса оказались миллионы подхвативших ВИЧ. Эти люди как будто остались в тени. Хотя цифры расставляют все по местам. За четверть века из-за иммунодефицита скончались 25 миллионов человек. В День памяти людей, умерших от СПИДа, в нашей студии специальный гость эфира Лариса Каспирович, врач-эпидемиолог Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Сразу вопрос о новостной ленте пестрят заголовками о коронавирусе. Но ВИЧ-ПИД тоже носит характер настоящей эпидемии. Так ли это, скажите? Конечно, если говорить, то ВИЧ-инфекция распространяется и действительно наносит характер эпидемии. Объединенной программой по ВИЧ-СПИДу была принята такая концепция, как 90-90-90. Для того, чтобы 90% всего населения знало свой ВИЧ-статус, из этих 90% получали лечение, которое называется антиретровирусной терапией. А из тех, кто будет получать терапию, 90% из них имели неопределяемую вирусную нагрузку. Вот как раз для этого и была разработана вот эта стратегия, для того, чтобы к 2030 году положить как раз, будем говорить, конец эпидемии ВИЧ-инфекции. Скажите, насколько вообще актуальна эта проблема в Бобруйске и сколько у нас заразившихся? Актуальна проблема, она остается актуальна. Почему? Потому что Бобруйск, хотим этого или не хотим, но он определяет где-то статистику нашей Могилевской области. Если я вам приведу цифру, ну, некоторые цифры, будем говорить так, что если в Могилевской области зарегистрированы 2022 случаи ВИЧ-инфекции, то 592 зарегистрированы в нашем городе Бобруйске. Болеют группы риска, то есть это потребители инъекционных наркотиков, это так называемая группа работников коммерческого секса и так далее. Но почему-то забывают, что в этой группе может оказаться любой сегодня человек, который сам себя поставил в угрозу инфицирования. Скажите, а какая реакция у людей вообще? Вот вы, наверное, же сотни раз говорили людям о том, что вот такой диагноз, да? Первая реакция, конечно, разная. Это слезы, может быть и истерика. Да, человек может просто-напросто вообще, вот он сидит на стуле, и он просто как замер, то есть он впал, вот такое оцепенение. Потому что для каждого, как бы мы ни говорили, для каждого это все равно шок. Излечиться совсем ВИЧ-инфицированный пациент не может. Почему мы не можем действительно лечить, уже будем говорить, все-таки мы можем, но почему не можем вылечить, действительно, как другое заболевание. К слову, скажем, препараты антиретровирусные тоже использовались для лечения тоже коронавирусной инфекции. Я думаю, вы тоже слышали, вирус весьма такой, который ведь он не просто поражает организм, а он поражает самую главную клетку нашего организма, который отвечает за иммунитет. Лимфоцит. Нам нужно, чтобы ВИЧ-инфицированные пациенты лечились. Скажите, проводится ли какая-то работа с заразившимися, какая она проводится, и ведь есть ли какое-то наказание для них, да, если они распространяют его? Да, конечно, работа, ну, прежде всего, какая работа, первый, кто встречается с ВИЧ-инфицированным, это я, эпидемиолог, и я ему должна объяснить, как он должен себя действительно вести в семье, как он может работать или он не может работать. То есть, прежде всего, профилактика, конечно, в семье. Я, как эпидемиолог, знакомлю их с такой статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь, как 157-я статья, которая предусматривает наказание ВИЧ-инфицированных, если они нарушают именно вот эту статью. То есть, они не предупредили, скажем, то ли полового партнера, то ли пусть это будут те же инъекционные потребители наркотиков. Если он не предупредил, то он действительно может быть наказан и может получить реальный срок за то, что он нарушил эту статью. Каждый год и уже, и вот за наши эти 4 месяца у нас есть пациенты, которые выявляются очень поздно. То есть, в стадии СПИДа. И уже при наличии у нас лечения, они уходят из жизни. То есть, человек не обращал на себя внимания, не ходил к врачам. И в итоге, вот у нас ежегодно есть такие пациенты. В нашем городе уже достаточно много людей, которые ушли из жизни. Это уже более 100 человек. Антиретровирусная терапия дает им этот шанс. Скажите, а каким может быть повод, чтобы сдать анализ? Какие-то симптомы? Температура, лихорадка, то, что мы с вами называем, это какие-то высыпания на кожу, например, кожное проявление того же герпеса, того же кандидоза. Это потеря массы тела, если человек очень похудел. Если человек сам себя тоже чувствует, и тем более сегодня интернет есть, и если он уже это прочел, он может прийти сам. Это называется добровольно сдать анализ. В любом медицинском учреждении, где есть процедурный кабинет. Лариса Каспирович, врач-эпидемиолог Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Спасибо, что нашли время. Сейчас к другим темам. В центре Минска открыли виртуальную выставку художников-авангардистов. Оказаться на площади Куба Колоса и оценить картины можно, не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт hikminsk.by. 32 репродукции, 16 мастеров. Трехмерное изображение позволяет рассмотреть произведение в деталях, выбрать удобный угол и масштаб, обойти белые кубы со всех сторон. Здесь же можно познакомиться с творчеством того или иного автора. Международная акция «Ночь музея» в этом году переехала в интернет. Накануне зрители любовались экспонатами на дистанционных экскурсиях, участвовали в интеллектуальных онлайн-играх и смотрели театральные постановки прямо с экранов смартфонов. Анастасия Шевцова сходила на виртуальный променад по самым известным залам. В этом году на «Ночь музеев» никто не пришел. Из-за эпидемии международная акция перекочевала в интернет. В исторической колыбели Бобруйска зрителям онлайн-трансляции показали раритетные экспонаты. Внимание акцентировали на княжеском шлеме X века. Артефакт откопали на побережье Березины прошлым летом. Находка просто исключительная, конечно. Ничего подобного в Бобруйске не было. Не то, что там, наверное, даже за сто лет и за тысячелетия. Подобный шлем мог носить воин, принадлежащий к элите. Скорее всего, князь или дружинник, но из старшей дружины. Но, скорее всего, именно князь. Онлайн-гостей Национального исторического музея в Минске ждала ни много ни мало рок-фолк-опера «Чародей». Адаптированный музыкальный спектакль снимали в экспозиционных залах и знаменитом потайном дворике. Адаптирован непосредственно под ночь музеев, под эту программу и под те локации, на которых будут разворачиваться основные сюжеты. Фактически есть возможность из любой точки, даже находясь у себя дома, просмотреть этот спектакль. Экскурс в историю для посетителей Несвежского замка лично провел Мартин Николай Радзивилл. А вот в закоулочке Мирского замка можно заглянуть завтра. Виртуальная экскурсия начнется в полдень. От Калининграда до Владивостока культурные центры России также стали частью нового формата. Зрители без регистрации и очередей любовались шедеврами Третьяковки, следили за эволюцией в Дарвиновском музее, наблюдали за жизнью морских жителей в Москвариуме и побывали в царстве льда и холода в музее Арктики и Антарктики. Желающим было доступно более 300 онлайн-туров. Музеи вам расскажут о том, как они переживают это трудное время, когда не могут принять своих любимых посетителей. Музеи живут и работают для вас, для своей аудитории. И в это трудное время, когда невозможно открыть двери, расскажут вам, как они ждут вас и что они делают для того, чтобы снова вас принять. Драгоценные коллекции показали лучшие колыбели искусства. Музей науки в Лондоне, автомобильный музей Турина и Риги и многие другие. Все абсолютно бесплатно. И все же руководители и научные сотрудники с нетерпением ждут следующего года, чтобы лично встретиться со своими гостями и провести экскурсии. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Три на здоровье. Шведские ученые доказали, кофе продлевает жизнь. Эксперимент растянулся на 20 лет. Исследователи отобрали свыше полумиллиона мужчин и женщин. Возраст от 20 до 79 лет. Добровольцы заполнили специальные анкеты, где указали, какой вид бодрящего напитка предпочитают, сколько чашек выпивают за день. Там же указывались вредные привычки образования, уровень физической активности, рост, вес, кровяное давление и уровень холестерина. Оказалось, что фильтрованный кофе снижает общий риск смерти до 15%. Лучший показатель у тех, кто пьет от одной до четырех порций в сутки. Какой кофе предпочитают горожане и как не разориться на специальных фильтрах? Максим Кембель проверил, правда ли, что аромагия сближает. Все очень просто. Начинает разговор боиста Анастасия Скороход. Берем зерна около 9 граммов. Измельчаем. Между тем подготавливаем кемикс. Вставляем фильтр. Пропускаем через него кофе с кипятком. Пять минут и ароматный напиток готов. Кофе фильтрованный более полезный, чем обычный. Тем, что он заваривается именно через фильтр, следовательно более чистый. Но если кофе вздолгоотреблять, то ни к чему хорошему не приведет. Одна чашка бодрячего напитка вытянет из кошелька около 5 рублей. Эксперты подсчитали. Дешевле готовят на домашней кухне. Тем более, что большинство вовручан предпочитают кофе. За то, что он бодрит, веселит, поднимает настроение. И кажется, что день будет лучше. И будет очень много солнца. В каталоге популярного интернет-магазина больше 2000 кофемашин. Самое дешевое стоит как три пачки молотова. 30 рублей. Цены на технику премиум класса кусаются. Этот агрегат оценили 18,5 тысяч. Небольшой ассортимент есть даже в продуктовых гипермаркетах. Там же продают фильтры. За упаковку 6-10 рублей. Ее хватает на пару месяцев. Если считать только цену за кофе, то вот в этой большой красивой кофемашине, а также в рожковой кофеварке и, наверное, в капельной, цена за чашку кофе будет почти в два раза дешевле, чем вот в этих капсульных. В ней чашечка эспрессо стоит всего 40 копеек. Если пить кофе три раза в день, то разница в стоимости окупит себя уже через 15 месяцев. Ценителей этого горячего напитка трудно переубедить. Большинство засыпают в кружку пару ложек молотого кофе и заливают кипятком. Пахнет прекрасно. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Опасный сигнал. Американские биоинженеры работают над маской, которая сможет определять заражение COVID-19. Специалисты 6 лет создавали датчики, реагирующие на вирусы Эбола и Зика. Теперь сместили вектор. Распознать коронавирус важнее. Приборы состоят из ДНК и РНК. По идее, когда человек чихнет, флуоресцентная повязка на лице замигает. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Арианс. Facebook купил сервис GIF за 400 миллионов долларов. Соцсеть давно использует платформу анимированных изображений для своих приложений. Разработчики интегрируют сервис в Инстаграме. Это упростит поиск идеальных GIF-файлов и стикеров для Stories и Direct. Выкупленный бренд обещают оставить. После сделки GIF продолжит управлять своей библиотекой. Facebook займется инвестициями в технологии. Контент и API-партнерство останутся. Джефф Безос может стать первым триллионером в истории, уверяют аналитики. Основателю Amazon не помешает ни потере 38 миллиардов долларов после развода, ни пандемия коронавируса. Состояние американца достигнет рекордной отметки через 6 лет. Ему тогда будет 62 года. По информации Блумберга, состояние Джеффа Безоса оценивается в 144 миллиарда долларов. Во время распространения COVID-19 спрос на онлайн-покупки вырос, а вместе с ним подорожали акции Amazon. Между тем, Марк Цукерберг имеет шансы стать самым молодым триллионером. По прогнозу экспертов, это произойдет в 2036. Ярко и масштабно 4 года готовились и сделали. В Германии снесли охлаждающие башни, закрытые АЭС. Участь станции была решена. В каждой градирне проделали по 1110 отверстий, заложили заряды. Точное время взрыва не сообщали специально, чтобы избежать скопления зрителей. Через два года здесь построят электроподстанцию. В Великобритании протестировали доставку медикаментов беспилотниками. С помощью технологий время маршрута сократилось в разы. На дронах установлены два бензиновых двигателя. Они помогают перевозить 100 килограммов груза на расстояние до 1000 километров за один рейс. Первый вылет состоялся с южного побережья Англии. Устройство приземлилось спустя 10 минут на аэродроме острова Уайт. Оттуда груз доставили в местную больницу. 90-летнюю японку признали самым пожилым геймером в мире. Хамака Мори попала в книгу рекордов Гиннеса. Пенсионерка начала играть в видеоигры 39 лет назад. Сейчас она проводит за приставкой по 7-8 часов в день. Старушка балдеет от Call of Duty и GTA 5. Женщина наслаждается жизнью. Уверена, что сделала правильный выбор. Также у нее есть свой канал на YouTube, на который подписано более 150 тысяч человек. Кто-то находит себя рядом с внуками, кто-то на даче, а кто-то в игре. Главное, чтобы старость в радость. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Орьян, с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней в деле корреспонденты Павруск 360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова »